Привет-привет, ребятки! Пока еду, решила снять для вас еще один видосик, потому что времени у меня особо нет. Приходится вот так вот, пока еду, куда-то что-то снимать. Хотела рассказать сегодня вам про зубные страховки, про вообще лечение зубов. Так, кратко, конечно, если успею. Смотрите, значит, страховки в Америке тоже очень дорогие. Классно, когда у вас есть страховка от работы. Я, допустим, плачу от работы примерно 200 долларов в месяц. Это очень дешево. У меня входит туда страховка зубная и на здоровье. Дентал энгелс. Ну, туда еще можно вижен для глаз, там, если вдруг надо ходить к речу, там, зрение проверять, линзы делать, очки. То, как бы, ну, мне не надо. Я уже давно это себе все сделала. Линзы заказываю себе в интернете по рецепту. Вообще без проблем. Все хорошо. И вот сколько раз мы переезжали из штата в штат. Искать приходится всех врачей заново. Педиатров, дантистов и так далее. Кому что надо. Конечно, это уже сама по себе еще та головная боль. Потому что, когда не знаешь никого, специалистов в маленьких городах практически нет. Нам приходится ездить, допустим, из Брэнсона сюда, в другой город. Спринфилд чаще всего. Это час езды отсюда. Когда мы жили в Шаене, в Вайоминге, то мы ездили либо в Форт Коллинз, либо вообще в Денвер. Например, ну, у нас очень классные врачи были в Монтане. Вы знаете, как ни странно, в Брэнсоне был классный педиатр и донтист у детей. И там у меня гинеколог тоже был классный. И как бы зубы без страховки лечить крайне-крайне дорого в Америке. То есть, смотрите, вот я сейчас вам приведу пример. У меня страховка, да, она не покрывает все, 100%. Она вообще почти ничего не покрывает. Но все равно ее лучше иметь. Потому что какие-то такие, вот знаете, допустим, клининг, вот чистку зубов, то, конечно же, мне гораздо дешевле делать со страховкой, чем без нее. А чистку я делаю каждые, ну, если не 3 месяца, хотя бы полгода. Вот. Особенно, если это глубокая чистка зубов, которую я очень давно не делала уже. Ну, сейчас я уже сделала. Но так получилось, что я без страховки была вообще года 2, наверное, если не больше, или 3. Вот. Просто потому, что я не могла себе это позволить. Даже когда я работала в отеле DayZ in в Монтане, там у нас была страховка, но она была очень дорогая. И, по-моему, 500 баксов или даже дороже на семью. И с каждым годом они там повышали цену. Ну, и, короче, я от нее отказалась. То есть я даже не стала подписывать эти документы. Потому что, в принципе, по тем временам это была примерно моя недельная зарплата. Поэтому я как бы не хотела ее брать. Думаю, я не часто хожу к речам, как бы и окей. Но когда проблемы с зубами, вот тут, конечно, начинается полная, ну, жопа. По-другому не скажешь уж извините. Ну, потому что зубы это такое, да, они могут сломаться в любой момент, там что-то раскрошиться, надо там руд-канал делать, коронки, если импланты. Короче, это все офигеть, как дорого стоит. И вот эта моя страховка, она, ну, мало что покрывает. Допустим, я делала себе вот две пломбы, да, и это стоит там 300 баксов примерно. То есть как-то так получилось, что вот они, как страховка, одну пломбу покрыла, а вторую как бы нет. Вот, потом чистку они там мне тоже покрыли, я, по-моему, то ли 30 долларов платила, то ли 40 всего лишь. А глубокая чистка может стоить там и 800 баксов, ну, так вот, если, между прочим. Потом, когда я делала себе коронки, каждая коронка стоит тоже примерно штуку баксов. И импланты я себе тоже ставила зубные, у меня тут один стоит, и с этой стороны один стоит. Короче, у меня вот эти вот зубы, которые дальние, большие, с ними всегда по жизни была какая-то жопа. И они у меня ломались и крошились, и это все начало происходить вообще вот в таком огромном масштабе, прям апокалипсис, вот именно в Америке, когда я ничего абсолютно не знала про страховки, и когда я не знала там ни врачей, ничего, и это дикая боль, дикий дискомфорт, ты не можешь нормально есть, ничего. Короче, здесь, в Брэнсоне, буквально вот недавно, я такая думаю, класс, пойду все-таки наконец-то к донтисту, сделаю себе эти пломбы, там думала небольшой кариес у меня. Короче, в итоге я не знаю, попался ли мне просто такой врач, которого руки не из того места растут, или просто я так долго ждала, что не лечила зубы, вот, думала да потом, да потом, и на Украину, когда ездила, что-то тоже как-то так махнула на это все рукой, думаю, да, нафиг мне там, не болит и нормально. Ну вот как бы не знаю, думала, наверное, не надо было его трогать, вот, и получается, что здесь уже в Мизури этот врач в Брэнсоне, причем я всегда отзывы читаю, то есть, знаете, я очень, так, ну, щепетильно выбираю, спрашиваю у своих знакомых, коллег, там, посоветуйте врачей, ну, кто к кому ходит, да, ну, и что-то как-то не особо кто-то что-то посоветовал, и по страховке еще всегда нужно же проверять, звонить, что, кто принимает вашу страховку, это тоже, блин, еще такой, ну, знаете, головняк, когда не все принимают эту страховку, и надо найти именно того врача, вот, если, допустим, вы хотите к тому, а он не принимает вашу страховку, то надо выбирать другого врача, либо же платить из кармана своего. Короче, выбрала я, пошла, думала, все классно будет, ну, такой, думаю, офис у них нормальный, попасть к ним, в принципе, легко, а еще вот одна огромная проблема, это то, что врачей вообще в Америке можно ждать месяц, иногда и три месяца, чтобы куда-то попасть вообще к врачу, прикиньте, ну, вот это как бы вообще не смешно, это правда, вот, это правда, и я удивилась, что я так быстро к ним записалась, вот, думаю, классно, вот, и, значит, они мне начали этот зуб делать, и что-то вот прям вот пошло не так, то есть, не знаю, он сверлил так этот зуб, как будто, знаете, каким-то долотом он копался вот просто в асфальте, я не знаю, просто жутко было неприятно, во-первых, они делают здесь укол даже когда вам делают пломбу, мне сделали два укола, после чего я вообще не могла на эту сторону даже дотрагиваться, спать с этой стороны, было жутко больно, вот, и, короче, ужасно, это первый раз, вот, что в Америке мне попался такой, ну, пипец, херовый дантист, как бы, я ужасно недовольна, мне хотелось просто вот в тот же день, знаете, выпрыгнуть из этого кресла, убежать от них, ну, как бы, уже некуда было деваться, уже ты там, уже тебе делают этот зуб, причем такой, ну, дядечка, как бы, с виду нормальный, в принципе, они старые, молодой парень, сравнительно, примерно, моих лет, наверное, и думаю, ну, у него же опыта должно быть, может, современный такой, ну, не знаю, короче, ужасно это все как-то было, я себя чувствовала не в своей тарелке абсолютно, вот, и у меня начались проблемы с этого момента, как они мне сделали этот зуб, он поставил мне какую-то абсолютно ужасную пломбу, я не могла, когда у меня отошла анестезия, я поняла, что я не могу не есть ничего, и, конечно, надо было, ну, зуб болит, не проходит боль, ну, как бы, поехала к ним опять, они мне ее, там, подровняли, вот, выписали лекарства, то есть, как бы, тут они, там, лекарства, сам зуб, не, как у нас, там, не знаю, на Украине, не кладут, не какие-то, там, анальгетики, анестетики или еще там что-то, то есть, тут, как бы, так не принято, тут, короче, если что, особенно, когда делают, там, рут-канал или, вот, импланты, они сразу тебе пейте 10 дней, там, или 7 дней антибиотик, как бы, просто так, даже, как бы, если нету необходимости. Я, честно говоря, никогда не пила, потому что это, я считаю, просто бред, ну, так травиться, если ты, там, зуб сделал, как бы, если у тебя все нормально, то нафига их пить. И никогда не пила, и сейчас не пила, и, как бы, у меня проблема в том, что боль не проходит, и очень мне стало прям, вот, знаете, я не могу даже, вот, комнатной температуры воду пить, или, там, неважно, какой, любой напиток, прям, стреляет туда в зубы, и все, и капец. Я не знаю, или это проблема врач, ну, как бы, или это проблема врач так сделал, и что-то там нарушил, или же это просто, действительно, кариес был глубокий, и я сама виновата, что долго ждала. Но, причем, при всем при этом, они, как бы, знаете, свою вину признавать не хотят. И я говорю, если там был глубокий кариес, это же, ну, здесь везде делают рентгены. Неважно, сколько раз вы будете ходить, к какому врачу, к другому, пятому, десятому, все равно здесь нельзя взять рентген у того врача и принести, показать другому. Знаете, как мы там тоже на Украине делали, что, как бы, вам на руки могут все выдавать. Здесь вообще такое не прокатывает. Каждый там трясется, что вот ты подписываешь бумаги, кому ты можешь эту информацию предоставить, кому нет, но рентгены здесь никогда не дают никому на руки. Вот, делаешь снова и снова. Вот, допустим, еще проблема в том, что, блин, меня бесят вообще так ужасно эти врачи. Вот сейчас буду жаловаться вам серьезно, потому что уже достала эта вся херотень. Когда один специалист, вот идешь к врачу, допустим, и он нихера не делает, вот, как у нас там, что ирут каналы тебе, и коронки ставят, и все там, и сверлит, и так далее, все один человек. Здесь, короче, в Америке это вообще просто нереальная тема, что редко можно найти такое место, такую клинику, где делает это все один человек. И, короче, у меня был офигенный врач, его фамилия Горбатов, он в Майами находится, который делал там всяким, блин, нашим русским звездам зубы очень классные. Ну, конечно, и он не дешевый, понятное дело, но вот он офигенно делает зубы. И понятно, что я не могу поехать в Майами сейчас просто с этой проблемой сделать себе зубы. Я знаю, многие ездят, делают сейчас и в Турции, узнали, там офисы есть, хорошо делают, и дешевле намного, и в Мексику, ну, отсюда из Штатов ездят тоже в Канкун. Вот, мои клиенты, которым я делала по турбизнесу, мы общались, делала им-квоут, они сказали мне, что они много там зубов делали, там чуть ли не весь рот можно сделать за 10 тысяч в Мексике. Ну, прикиньте, как это, ну, дешево, если здесь имплант стоит, там, 3-5 тысяч поставить с коронкой, грудканал без колонки, без колонки, без коронки мне сказали 1200 будет стоить, это один зуб, ребят. Ну, как бы, понимаете, цены просто космос. И, конечно же, когда я этого не знала, там, 12 лет назад столкнулась с этим в Америке, просто у меня глаза были вот такие огромные, и я просто сидела и плакала, потому что, ну, я не знала, у меня не было таких денег. Я 10 лет назад получала там всего лишь 800 долларов в месяц, когда я работала по вот этой программе ОПР. Ну, то есть, конечно, я знала, куда я еду и на что я подписываюсь, и всё. Ну, понятное дело, что никто не может запланировать, когда у тебя начнутся проблемы с зубами, или, там, со здоровьем, и тебе, блин, надо вот из кожи вон вылезти, ну, врачу надо попасть, правильно? Это никто не может предсказать и запланировать расходы такие. И, конечно, денег у меня не было совсем, у меня их, как бы, и сейчас-то лишних нету, там, чтобы эти зубы, там, за такую цену делать. Ну, как бы, надо, так надо, знаете. И, короче, и вот у нас нету в городе врача здесь, как бы, который специалист, там, эндодонтис, или как он там называется. И надо мне ехать завтра в 7 утра, блин, в другой город, этот Спринфилд, к специалисту. Там их, блин, завались, этих специалистов, а тут никого нет. И я пошла, значит, здесь в другую клинику, и тоже они мне сделали рут-канал, и я говорю, ой, в смысле, не рут-канал, а рентген. И они, я говорю, мне надо, ну, рут-канал делать этот, каналы делать надо или нет? Говорю, вот мне запломбировали, зуб болит уже, блин, месяц почти. Говорю, тот врач отказывается что-то делать, причем, знаете, у них там на сайте написано, что они делают рут-каналы, и у них там два врача. Но на самом деле у них один врач, который не делает рут-каналы, и я настолько, вот, злости у меня не хватает, знаете, негодования, то, что, блин, нахера вы делаете сайт, где вы пишете недостоверную информацию для людей. И потом, ну, понятное дело, что, ну, там, деньги мне никто возвращать не хочет, это даже не обговаривается, потому что я, как бы, не могу доказать, что там, да, допустим, это их вина, что у меня там зуб болит уже неделю. И, в общем, теперь мне приходится ходить к другим врачам, понимаете, платить им деньги за консультации, за рентгены за эти, и еще неизвестно, если мне надо рут-канал делать, платить за рут-канал этот. А, казалось бы, все должно было быть просто обычной пломбой. И, блин, ну, вот такая вот херь, короче, я сейчас с этим, как говорится, как это по-английски-то сказать, deal with that. Очень-очень это неприятно. Здесь, в США, вот, действительно нужно, вот, врачей очень тщательно выбирать, адвокатов нужно иметь своих знакомых, там, допустим, кто еще, банкиров, то есть, да, человек, который там в банке работает, чтобы вы могли проконсультироваться. Ну, это, как бы, не столь важно, но вот именно врачей, это да. И, конечно же, когда мы жили во Флориде, там было все офигенно, и врачи были, и все такое, и делала я все без проблем. Это первый раз, вообще, я бы сказала даже за всю мою жизнь, наверное, чтобы мне так ужасно, вот, врач, вот, такое отношение, и вообще клиника эта, как бы, знаете, я очень расстроена, очень недовольна. Но, поэтому, ребята, я вам хочу посоветовать, прям, вот, очень-очень от всей души, от всего сердца, что самый мой важный совет. Если вы планируете переезд в Америку, постарайтесь сделать зубы дома, у себя, у детей, у своих мужей, жен, вот, если есть какие-то проблемы, вот, делайте там, потому что сюда вы приедете, и если у вас есть какая-то проблема, о которой вы уже знаете, что вам это надо сделать, обязательно постарайтесь сделать до отъезда. Потому что не хочу, чтобы вы попали в такую же ситуацию, как я, когда я приехала в Америку, и, конечно, никто мне не говорил и не предупреждал о том, что, Вера, тут, извините, зубы сделать, как, я не знаю, там, блин, на Луну слетать, как крыло самолета стоит. Поэтому лечиться в Америке вообще не важно даже какой врач, пусть даже не зубы, а там любой врач пойти, консультация стоит 300 долларов или 150, 200, если у вас нету страховки. Страховки здесь разные, и, как я уже говорила и упоминала в предыдущих видео, что они часто, ну, не все покрывают, поэтому в страховках разобраться крайне сложно. И я уверена, даже те, блин, страховые агенты, которые их продают, они сами там не на 100% все это понимают. Они, главное, просто бабки хорошие на этом получают, что продают. А так, не всегда они там даже могут ответить на все ваши вопросы, они сами там тоже сядут в таблиеты, в брошюрке почитают и то же самое вам скажут. Но, конечно, человек, когда вообще приехал абсолютно, ну, не знаком с ситуацией в Америке, то, да, ищут там русскоговорящих агентов, по страховых агентов, по здоровью, там, по страховкам на машину, вот, поэтому, ребята, это, конечно, головняк еще тот. Но я надеюсь, что завтра как-то вот моя проблема решится, и я надеюсь, что страховка все-таки, если это рут-канал, что они мне все-таки хоть какую-то часть покроют, какую-то сумму, вот, поэтому, блин, ну, реально уже, знаете, уже так запахалась, уже замахалась, и вообще просто вот иногда бывает из-за этой боли, ну, то, что и кушать не могу нормально, и вот все, очень долго я держалась, года три или четыре, наверное, я не ходила к донтистам, к врачам, все было у меня замечательно, вот, и как бы я так радовалась, думаю, слава богу, хоть на какое-то время, хоть от этого отдохну, и вот началось опять все это, ну, что поделать, надо, как говорится, так надо, ну, вот, конечно же, все мне говорят, мои знакомые, друзья, что это рут-канал, что это нерв, надо удалять, ну, и я тоже так думаю, ну, придется мне это пережить. Вот такое вот жалобное видео получилось, так что, ребята, готовьте, как говорится, с Аней летом и побольше бабла в карманах, вот, ладно, я пошла сына забирать из лагеря, приехали мы, он у нас после школы в лагерь ездит, как на продленку, скажем так, не лагерь, а продленка, вот, поэтому больше не могу говорить, пока-пока, надеюсь, эта информация будет вам полезна, и не попадайтесь врачам, будьте здоровы.